Три года назад, в день 70-летия Победы, стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк». В каждом уголке страны, в разных регионах, люди выходили на площади с портретами своих родных и близких, участвовавших в военных действиях. В 2016 году в Ульяновской области в этой акции приняли участие около 60 тысяч человек. В этом году ожидается, что в ней примут участие не менее 70 тысяч. «Каждый желающий может принять участие в этой акции. Здесь не нужно нигде регистрироваться. Это инициатива каждого жителя Ульяновской области от мала до велика». «Бессмертный полк» – самая масштабная акция в стране. Она объединяет людей, заставляет время вернуться вспять для того, чтобы вспомнить о тех, кто сражался за эту победу. С портретами прадедов в руках ученики первой гимназии будут идти во главе «Бессмертного полка». Уже в четвертый раз ребята с трепетом и уважением к своим предкам будут принимать участие в акции. «В 1941 году Баранников Федор Яковлевич, совсем еще юноша, попал в самое пекло в мегаотечественной войне. Он прошел всю войну и вернулся домой только в 1947 году. И он со слезами вспоминал о той войне своих товарищей. Я горжусь, что я правнучка моего прадедушки». «Личная память – это главное в «Бессмертном полку», поэтому я хочу, чтобы все знали, кто мой прадед, и хочу сохранить память о нем». В этом году акция стартует в 15.30, сбор – в 14.30 на площади «Столетия Ленина». Все желающие могут присоединиться и стать частью этой истории. На площади «30-летия Победы» для всех участников акции будет организована концертная программа и демонстрация военно-тематических фильмов. Кристина Жакот, Юрий Конихин. Новости Уленовской правды.